Злобный Росомаха, поговорим о рестлинге И продолжим обличать опозорившихся представителей нашей любимой индустрии Хотя казалось бы, можно было предъявить WWE за очередной случай воровства Или точнее грабежа, потому что средь бела дня Не, ну ладно, там деньги тырят Но теперь-то украли кейс Money in the Bank Преступление Но, на мой взгляд, очередное интервью лучшего тренера в истории По собственной версии, естественно, кьюти Маршалла заставляет подумать иначе В общем, он тут в очередном подкасте рассказывал, как убеждал Шакила О'Нила Согласиться на те споты, которые заготовили для их матча Скоди, Джейд Каргел и Вельвет Финальным спотом для Шака было падение в стол, на которое он ну никак не хотел соглашаться Поэтому Маршал наврал ему, что под столом будут подушки Ну, по принципу тех, которые с недавних пор в отдельных случаях в WWE, например, подкладывают Вы можете помнить, что с недавних пор с клетки Хеллен и Селси гают не в привычный стол А в стол, под которым эдакая подушка-смягчитель Недавно, говорят, Макентайр падал, правда, всего лишь сапрона Но тоже в стол, под которым была подушка Ну, что сказать, ратуют за безопасность Это же даже не просто помогает избежать травмы Это помогает избежать общей изношенности организма, которое рано или поздно свое слово скажет Ну и Шаку уже подполтинник Человек он, мягко говоря, огромный И его забота о собственных костях вполне оправдана Но ему наврали Как сказал Маршал, чтобы он не решил отказаться В итоге Шакил летел в стол Спот был чумовой, но никакой там подушки не было К чести Шака он тот матч отработал феноменально Селил, как дай бог, чтоб селил хоть кто-нибудь в Аидабе А я вот читал то интервью и вспомнил другой случай Когда другой суперзвездный спортсмен из другого вида спорта Тоже засомневался в безопасности подготовленного для него спота Помните, как Роб Гронковский опасался падать с позиции ведущего на прошлогодней Рослмании И как его в итоге убедили принять спот Ну, если кто запамятовал То Винс Макмен всеми своими семьюдестью с лишним годами Прыгнул с этой платформы спиной вперед Потом поднялся, отряхнулся и продолжил заниматься своими делами Даже если Гронк боялся Ему просто было стыдно не повторить этот трюк Ну или памятная история, как Рекиши боялся прыгать с высоченной клетки И чтобы его успокоить, Шейн Макмен оттуда сиганул Ну и Рекиши успокоился Шаг, кстати, молодец После того спота и не жаловался И потом даже пиарил АИВ Курту Энглу, например Ну, про то, как он селил то падение Так, чтобы всему АИДАБу надо в очередь вставать за мастер-классом по селингу Я уже сказал Он же там перед тем, как его перенесли в машину скорой помощи Пролежал замертво аж несколько минут Демонстрируя крупным планом в камеру отвратительный маникюр Операторы и режиссеры того шоу, кстати, заслуживают Отдельного прыжка в стол вниз головой от Кьюти Маршалла Но это тема для другого разговора Я лично не против безопасности Здоровье рестлеров важнее всех вообще остальных вещей Но при этом я лично не против жесткого спота Если он продуман, опробован И, вероятно, сильно повредиться все же невелика Зато вот против чего я точно Это против вранья, которая прикрывает собственную бесполезность Собственное неумение привести убедительные аргументы Против вранья, которая не привела к травме И слава богу Вранья, которая теперь подается в очередном ублюдском онлайн-подкасте В качестве примечательной истории Вранья, за которое Кьюти Маршалл получает Минус шесть звезд от весь плане Точка на это я прошу лишь об одном Кьюти, не пи***и Хотя бы до следующей недели Словно росомаха Услышимся Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!